Всем привет, дорогие друзья! Слушайте, у нас тут какой-то праздник резко образовался. Я для себя его условно назвал Днём Победобеси, потому что к Дню Победы вот этот вот сегодняшний день не имеет ни малейшего отношения. День Победы мы отмечаем в мае, 75-летний юбилей Победы состоялся 9 числа, 9 мая, как и должен был состояться. Но, к сожалению, отметить полноценно мы все его не смогли, потому что, как известно, находились в режиме изоляции, или самоизоляции, или в режиме ХЗ. Ну, всё это было связано с пандемией коронавируса, тем не менее, ну всё, день прошёл. С другой стороны, наверное, каким-то образом наши власти оправдать можно. Вот если вот так вот немножко пофантазировать, они, наверное, готовились, они ухнули кучу денег в подготовке к этому мероприятию. Они, наверное, хотели каким-то образом порадовать нас всех, ветеранов, которых уже осталось очень и очень мало, и с каждым днём их становится всё меньше. Перенесли на 24 июня, хотя почему 24 июня, я так и не понял. Дата притянута за уши, на мой взгляд, но тем не менее, ладно. Парад и парад, хотя многие предлагали, ну, коль скоро парад уже не состоялся, ну, давайте эти деньги потратим с умом. Вот Навальный, например, предлагал раздать их ветеранам, раздать их детям войны, раздать их людям, которые пострадали во время той страшной войны. Ну, решили сделать так, ребят, всё бы ничего. Да бог бы с ним, ну, провели парад и провели, но опять же, он проходит в каких-то непонятных условиях. Во многих городах люди просто не могут присутствовать на этом параде, как сказал Песков, ну, зато мы по телевизору лучше видно. Слушайте, ну, сняли бы фильм какой-то просто. Для чего тогда все эти парады проводить? Просто снимите красивое кино, покажите его по телевизору, не в кинотеатрах деньги собирайте за билеты, а покажите по телевизору, сделайте для людей. Но нет, надо было сделать вот это. А дальше пошло-поехало, ведь помимо парада мы сегодня наблюдаем, ну, целую цепочку вот этих мракобесных событий. И я понимаю, что всё это делается не бесплатно, но вот хочу показать вам вот эту вот замечательную фотографию. Например, мы знаем, что в спешном порядке достроили храм вооружённых сил, так называемый, хотя я не понимаю, где вы, не могу сопоставить два вот этих момента, вооружённые силы, вооружённые, оружие, смерть, убийство, да, и храм, не совсем понимаю, ну, бог с ним. Вот хочу, чтобы вы посмотрели вот на эту замечательную совершенно фотографию, буквально вот в канун сегодняшнего дня, они устроили там вот это вот омерзительное, на мой взгляд, шоу, пригнали к этому храму какую-то железяку. Я, если честно, так и не понял, что это танк или самоходка какая-то немецкая, а может и не немецкая, а может новодел какой-то, подожгли, нагнали туда журналистов, которые начали, значит, всё это дело фиксировать. И сейчас эти фотографии разлетаются по всему миру, разлетаются по всему интернету, горящий, значит, фашистский танк на фоне храма. Но вот это, это уже днище. В очередной раз я просто для себя убедился, что РПЦ никакого отношения к вере не имеет. РПЦ для меня это уже скорее какая-то политическая партия, может быть, или может быть какая-то общественная организация, но если кто-то мне скажет, что это какая-то вера, я плюну тому человеку в лицо. Ещё одно шоу, оно уже произошло в моём родном Екатеринбурге. Кто-то из вас это видел, кто-то нет. Это всё запечатлели на камеру. Они решили по случаю вот этого вот праздника, победобесия, модернизировать, что ли, я по-другому не могу это назвать. Вот есть у нас такое шоу «Бессмертный полк», и они его модернизировали и сделали каким образом? Они, значит, загрузили портреты мёртвых людей в самолёт, самолёт поднялся над городом и сделал там круг почёта. То есть вот прокатили они ветеранов-фронтовиков, вернее, память о ветеранах-фронтовиках, а по-русски говоря, вот этих вот фотографий мёртвых людей над городом. Я хочу, чтобы вы просто на это посмотрели, ну и каждый сделал выводы для себя. Скажу честно, вот лично у меня, кроме омерзения, вся эта история ничего не вызывает. Нет, я не против вот этой дани памяти, дани уважения к фронтовикам, которые погибли во время Второй мировой войны или по-нашему, по привычке, во время Великой Отечественной войны. Но я хотел сказать вот о чём. Мы ежедневно с вами получаем сводки о том, что количество пострадавших от этого самого коронавируса, оно продолжает расти, люди умирают. И вот опять сегодня пришла сводка, что за прошедшие сутки от коронавируса умерли там сто с лишним человек. Почему они умирают? Ну, в принципе, очень часто умирают по причине, даже не потому, что им уже было нельзя помочь. Просто в некоторых городах, сёлах элементарно не хватает койко-мест. Элементарно не хватает каких-то медицинских препаратов. Элементарно не хватает аппаратов ИВЛ. И просто не могут, хотели бы, может быть, но не могут, невозможно. Нет средств каких-то, чтобы оказать людям помощь, спасти вот этих людей. И я не понимаю. Почему бы тогда вот этот самолёт, например, не использовать действительно вот в нужных целях? Возьмите, отправьте его в те города и веси, где не хватает койко-мест, где нет этих препаратов, где нет этих аппаратов ИВЛ, для того, чтобы перевести вот этих заболевших в другой какой-то город, где им бы там, может быть, помогли. И сохранили бы жизнь этому человеку. Ну, вы всё равно, у вас самолёт в воздухе, у вас пилоты на месте. Вы всё равно сжёте этот керосин. Но вы используете этот самолёт не для того, чтобы спасти живых. Вы используете этот самолёт для того, чтобы прокатить портреты мёртвых. Просто для какого-то понта, для какого-то идиотизма. Может быть, я чего-то не понимаю. Слушайте, я понимаю, да, что хочется показать. Вот есть такой праздник, День Победы, что мы страна-победитель. Ну, хвастаться, наверное, надо не этим. Если мы страна-победитель, то, наверное, мы должны хвастаться тем, что мы думаем о живых. Спасибо деду за победу. Ты спас страну для нас, да, и вот сегодня мы заботимся о твоих внуках, о твоих там правнуках, о твоих детях. Есть такая избитая фраза о живых надо думать. Вот если бы было чем действительно похвастаться вот в настоящем, то, наверное, этим бы хвастались. Но коль скоро нас всё время возвращают туда в 1941-1945 год. Ну, я так подозреваю, что похвастаться-то больше нечем. Более того, я тут скачал какой-то сериал очередной, который смотрю вечерами. Он выходил на Первом канале, только сейчас закончился. И вы знаете, это очередной сериал о самолёте Ту-144, то есть о каком-то советском достижении. У нас даже фильмы снимают. Я обратил на это внимание, думаю, и вы обратили внимание, не о наших достижениях, а не то о полёте человека в космос, то, значит, вот о самолёте Ту-144, то о каких-то там достижениях наших спортсменов, типа Харламова. Да не в наше время. Опять же, всё это было в СССР. Вы мне покажите, что у нас есть теперь. Мы же страна-победитель. Вы мне с утра до вечера рассказываете по телевизору. Покажите мне, что мы за страна-победитель, кого мы сегодня побеждаем, каким образом. И вот буквально 22 июня у меня фоном был включён канал «Россия» телевизор. И там вот этот вот Скобеев, Попов. Они там устроили победобесную очередную программу, и вот этот Попов несколько раз произнёс фразу «Мы победили! Мы победили!» Меня так это, знаете, вот противно стало. Ты что ли победил? Ты-то какое отношение к той победе имеешь? Насколько я знаю, ты вообще от армии отмазался. Кого ты и где победил? Вообще ты халдей. Ты прислуживаешь режиму, который унижает твою страну, и ты позволяешь, набираешься наглости, говорить, что ты победил. Да ты халдей, который будет прислуживать любому режиму. И если бы сегодня наши деды не победили, а победила бы гитлеровская Германия в той войне, сегодня ты бы прислуживал вот тем победителям. Если вдруг завтра случится какая-то война, не дай бог, да и территорию Российской Федерации захватят, там какие-нибудь американцы, или опять немцы, там кто-то ещё, я могу поспорить. Ты, господин Попов, будешь точно так же расшаркивать ножкой перед вот этими победителями. Лицемерие, победобесие, погонь какая-то. Я не понимаю, господа, вы что конкретно отмечаете, вы чему конкретно радуетесь? Я вот читаю в соцсетях, да, какие-то ответы на критические возражения, таких как я, людей. Да вы уроды, да мой дед там... Слушайте, надо отличать. И не надо, да, там сравнивать подвиг деда с абсолютно политизированной акцией, которая есть конкретное название, победобесие. И вот победобесие к подвигу моего деда никакого отношения не имеет. Мне противно, когда какое-то, простите, говно Попов примазывается к подвигу моего деда. Когда какие-то мерзавцы на подвиги моего деда сегодня зарабатывают бабки. А мы прекрасно понимаем, ну, я имею в виду нормальных людей, что все вот эти вот парады, что все вот эти вот бессмертные полки, что все вот эти вот акции, которые устраиваются, вот этот сюжет, который я вам показал, с самолетом, с мертвыми людьми в салоне, это все стоит денег. А значит, кто-то на этом заработал. Спасибо, что выслушали. Ни с каким праздником я вас не поздравляю. День скорби. Для меня вот 22 июня – это день скорби. Поэтому, ну, я, наверное, предлагаю все-таки просто помянуть, поскорбить. Ну, что, ничего, ничего праздновать. Ничему не радоваться. Да и нечему. Повторюсь, пандемия не закончилась. Кризис еще даст о себе знать. Ну, а то, что врет там наш великий корнчик, пытаясь протащить вот эти свои поправки, бог ему судья. Все. Это была реальная журналистика. Спасибо, что выслушали. Пока-пока. Увидимся.